Приветствую всех зрителей канала в обновленной GTA Vice City да блин как могли оттягивали мы этот момент но судя по всему далеко не убежим самое интересное что до конца игры никаких изменений с этой стройкой даже и не произойдет несмотря на тот диалог который сейчас состоялся кстати Вашингтон неплохо сделан что-то между даже ближе не к Vice City а к третьей части и при этом еще как и обновленный что давай поиздевайся надо мной так чтобы сбросить нажмите Q не совсем удобно конечно ой блин еще и по новой все сделать в оригинале тоже было семь с половиной минут просто я так думаю может быть ладно полетели так 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 привыкнуть к управлению сразу я думаю что стоит наверное или не стоит начать с так есть можно было бы начать с последнего этажа но там вроде есть чуваки с пистолетами поэтому наверное все таки не стоит постоянные подсказочки достаточно странно что охранники базы и не догадываются откуда идет угроза хотя вроде бы мы сидим в фургоне на противоположной стороне стороне дороги блин минута у нас прошла тем временем так сразу же поднимаемся чуть повыше чтобы нас не достали что это легко мне нифига главное не касаться стен и не давать им ударить себя все все остальное уплевать но короче я не хочу менять влазить в эти настройки менять управление но я даже не могу сказать сложнее ли стало или легче как бы достаточно быстро привыкаешь короче чтобы убрать этих противников наших хотя они не особо умные вроде как есть вариант резать их винтами но такой себе вариант так первый удар у нас есть с какой стран там лестница оп 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 поднимайся да отстаньте от меня ребят я и так еле летаю а было бы смешно если бы этого вертолетика еще был бы предел высоты взлета зараза давай и я бы шлепнулся на нем как на обычном вертолете а нифига не дает почему ты не взлетаешь то ли да взлетай что за тема сейчас было так сваливаем и все толпа за нами но кстати здесь есть одно облегчение это то что на карте я вижу куда мне надо лететь так немножечко держим с другой стороны неплохо что они все выбежали можно бы сейчас их немножечко так вывести миньоны внизу бегают давайте давайте ребятки за мной за мной у нас еще три минуты и как бы и одна бомба а вертолетик взлетает при нажатии сразу двух клавиш на высоте как я понял это это в и 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 сейчас нужно будет повернуться заранее желательно бы нет не касайте я же знаю что ты любишь это дело но не стоит так это у нас третий этаж дядь ну не надо ты чё ешь хороший здесь еще один такой же умник ну у нас еще остается две минуты как бы ну прикольно что спустя время все равно получается с первого раза в принципе без сложностей так я не пойму этот легендарный момент почему эта миссия так заполнилась и остальным игрокам так ну тот исчез из города все больше у нас миссии с ним нет поблизости у нас есть телефончик а давайте-ка вот сюда а не нифига на месте этого фургона тоже должна была стоять другая машина но так как миссия здесь тоже фургон там тоже ну как бы блин придется ехать на этом сейчас быстренько поболтаем по телефончику к сожалению здесь нет управления транспортным средством в воздухе как это в gta 5 например появилась у нас такая возможность поэтому периодически я поджимаю control машина никак не реагирует и приходится ехать дальше так вот здесь еще слева есть парковочка тоже ничего не радует там тоже какой-то фургончик вроде стоит так забирайте его нафиг он сталкер в следующей части gta он раз он выглядел ну вроде как по прикольнее как по мне ох ты ж повезло во время повернулся хотя в целом в целом ну как ранчер выглядит что с телефоном почему он дергается а надо разбить машину ну кстати у нас неплохая машина для этого она на комитии на чем-то блин как будто вчера проходил предыдущий раз эту игру хотя на самом деле прошло может быть даже больше десяти лет здравствуйте иди погоди не торопись мы с тобой только начали хотя как бы по гонкам на выживание мы с вами уже знаем что кабриолеты без каркаса безопасности и так крайне небезопасные машины ну может быть того нет не хочешь мне дали звезду за то что он в меня втаранился офигеть я так смотрю на школу слева что-то как-то нас очень слабо уходит а вот нифига блин ну я тачку побыстрее моей будет ах ты же зараза ну конечно подтвердить да 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 убью сейчас погодите а про этот момент я забыл я хотел немножечко забрать ее запаса прочности что-то по-моему жената уже другая ну-ка если ушатывать ее всякого рода препятствия и объекты в виде стен что тогда я не знаю зайти можно надо будет потом проверить так вот сейчас был отличный вариант если бы я буду чуть поближе но к сожалению не судьба таки она к полицейским жмется прям почему ей вот такие столкновения не приносят урона ее транспортного средства точнее уважаемое чувак куда чему ты меня врезался или твой коллега до этого им не засчитали а тут такая авария в левый бок так на всякий случай сразу занимаем выигрышную позицию чтобы она не смогла завернуть один поворот который она может использовать кстати было бы интересно как здесь выглядит патриот в ней дальше поедем серьезно что что за вот все пытаюсь понять по шкале отнимается ли у нее запас прочности если она бьется обо что-то и чё чё сейчас было не хотела на два колеса встать вай-сити кстати не такой уж и большой город странно что она до сих пор не нашла себе помощи во первых здесь и полицейские есть во вторых ну тупо доехать до какого-то убежище или там гаражик и запас мощности что-то у нее нет понимается от простых ударов вот это да там действительно тоже мне еще заработать столько же вообще 6000 конечно и можно будет покупать домик с гаражом но как следствие машинка любителя гонок на выживание хотя я бы конечно каркасом безопасности обтянул но опять же стоит и следует сказать аркадное управление прослеживается на каждом транспортном средстве то есть как бы понятно что не внедорожник не кроссовер не будут так легко управляться как эта машина в данном случае но тем не менее мы видим умеет а прям единственно что конечно он за счет центра тяжести немножко перевешивает на поворотах но при этом управление прям аркада аркада умеет Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ага, Адмирал А я вот не помню, должен ли в оригинале стоять лимузин Или же это было в делюксе Ну и что ты встал? Так, за вот эту миссию я как-то пока что не помню Надо бы, наверное, все-таки попытаться погрузиться в игровой процесс Красава, прям чисто в него Музыка играет, когда мимо проезжаем Всяких клубов, например Того, в который мы Звезли Дочку Кортеса Стрип-клуб Сейчас тоже там проезжали, мы тоже музычка играла А, так это же миссия из этого Одна из Добавленных в GTA V City 2 Было успешно Так, те же самые диалоги Там его можно было подстрелить Там должен сработать скрипт на взрыв бочек В момент, когда мы будем проходить по определенной крыше Ну, чувак, может быть того? Так, если я сам ее взорву Есть Давай, давай сразу на мопед А, здесь у него Ну, нифига себе Полицейский тоже никак не реагирует Если бы эта миссия была, например, в GTA IV Это серьезная проблема Если бы эта миссия была в GTA IV Полицейские быстро реагировали Что я тут делаю? Делай-то должен На мопеде с пробитыми колесами Сейчас попробуем одну фигню посмотреть Так, возможно, есть смысл еще раз прыгнуть И взять что-то иное Откуда я там выпал? Да, без разницы, давайте отсюда Ну, почему бы и нет? Мне останется только встать так, чтобы... Так, мой адмирал стоит Все отлично Значит Мопедом можно не пользоваться Ну, потому что нереально просто Если ему колеса пробьют Там уже ничего не сделаешь Но если здесь колеса пробьют То не страшно Кстати Я не помню В iCity Если ввести код Спирин Там На мотоцикле вроде как Не восстанавливались колеса Или мне кажется Нифигаси какой-то тучный Просто стрелять из Движущегося транспорта Прицельно Достаточно сложно Поэтому меня удивляет Как он так попадает Тем более, что Типо аркадное управление Вся фигня, да Машина слишком дерганая Плохо Это что за Помощник у меня тут нарисовался Нам не так много ехать осталось Ну, блин С таким управлением Как-то вроде Если одно колесо пробито В GTA Я не ощущал таких проблем раньше Что вы делаете это? Какие странные Молодые Люди Начинающие водители Что-то здесь пешеходы Слишком часто Бросаются под колеса О, не Не, ну могло бы быть и хуже Я бы могли Вы что, ребят, смеетесь? Что за фигня? Нам уже получилось Для тех, кто уже знает Как проходится эта миссия То Должны понимать Что это максимально обидно было Потому что он Ну, практически Доехал до конца Так, я туда бегу Туда бегу Сейчас быстренько Здесь мы спрыгиваем Так, что, бежать-то не собираешься? Так, я думаю, что сейчас Мы с вами просто не будем К нему приближаться И все Только не поворачивай, пожалуйста Мне нужна твоя Манану не хочу Так, а вот эту хочу Опять-таки Ох, какой теоретический тормоз Давай на задание Перед полицейскими Главное сейчас Не с полицей Так, в смысле Скрылся Продолжаем его копею А блин, зря Я так близко подъехал И сейчас сразу стрелять начнет Давайте-ка немножечко Откатимся Так, сейчас просто будем держаться На большом расстоянии Я не хочу еще раз получать Почему водители в миссии Так себя начали вести Вот в чем вопрос Потому что Если не ошибаюсь В первой части В первой серии По этой игре Точнее Я стрелял перед потоком машины Никто ничего плохого нам не сказал Полицейский вообще никак не реагирует Водители машин, которые находятся в трафике У нас начинают паниковать Полицейский нет А здесь как такового и смысла Ездить из стороны в сторону нет Потому что Ну это как бы аркада И все равно попадет Слишком быстро начал подбираться к нему Так, в одном из моментов Я слышал, как было пробито колесо Но по всей видимости не мое Колеса этого типа я не вижу Причем Притом Точнее Как бы Что мы с вами уже видели Что колеса здесь могут пробиться И Не только от попадания Но еще от какой-то Игни Хотя сейчас он остановится И можно будет глянуть Состояние его колес Еще один момент Что в игре Точнее в игровом процессе Сейчас участвует Очень мало машин трафика И все И тут ты уже Докатался Что в миссии Это так быстро Не хочет там останавливаться У него тоже по колесам Все нормально Ну, фургончик с медведем С мишкой Странно Он не вылазит То есть там нужно Блин Как в четвертых и пятых частях Зажимать И он начинает еще и останавливаться А оружия у меня нет Ну, ладненько Я знаю, как его восстановить Без четов На этом моменте Мы с вами прощаемся И встречаемся В следующих сериях Субтитры сделал DimaTorzok